Кто просил больше видео про вышивку? Как вам такая идея? Я составлю некие такие топы наборов для вышивки от разных фирм-производителей. Понятно, что я фанат Майкла Паула и Дименшинса. Там в топ-10 не обойдешься, топ-50 это как минимум. Поэтому я взяла те фирмы, которые я не вышивала, например, еще. Вот сегодня хочу начать с фирмы Панны, потому что невозможно, весь инстаграм наполнен новинками от Панны, наборы, которые создала Кристина Геворкян вместе с Таисией Ковалевой, кажется. И я заодно вам покажу свои пополняшки, то есть я буду показывать те наборы, которые у меня уже есть, которые 100% буду вышивать и буду рассказывать о наборах, которых у меня еще нет, но 99% что я их буду вышивать. Я облазила весь сайт Панны, облазила весь сайт Леонардо, полистала, вот тут у меня есть старенький уже прошлогодний каталог Панны, пересмотрела кучу видео в инстаграме, по тегу пошарилась. В общем, я проделала хорошую такую работу. Я еще ни одного набора от этой фирмы не вышивала, потому что меня отталкивали материалы, которые в ней есть. Все-таки я не очень люблю фирму Гамма, и там и конва Гамма, и нитки Гамма, но дизайны, которые вот я отобрала, они мне настолько понравились, что я не знаю, меня не оттолкнут ни нитки, ни конва. Начну я. Это не значит, знаете, что первое место, это значит, что этот набор мне больше всего нравится. Нет, просто это большая вероятность, что я его вот-вот скоро начну вышивать. То есть, чем выше место, тем больше вероятности, что я его чуть ли не на днях начну вышивать. Хотя вот этот набор, я его первым показываю, потому что он у меня первым появился от Панны. Я увидела еще давно-давно, как Вика вышивала этот набор, прям на камеру так крупно делала, вот этот вот бэкстич красным цветом. И она там то ли на какой-то тэг отвечала, то ли что-то вот рассказывала. И я как завороженная смотрела на то, как она вышивает, и думаю, ну надо же, какая красота. Я купила этот набор, сначала думала вышить его в подарок, но теперь я думаю, что, наверное, это будет первый набор, который я вышью, когда мы переедем уже в свою квартиру. Кстати, наш дом уже построили, вот я на него смотрю. Его построили, но сейчас, я так поняла, только техническая сдача, эксплуатационная сдача будет аж в следующем году. То есть, когда мы туда заедем, еще пока не ясно, но этот наборчик, я вот думаю, вышить первым, когда мы туда уже поселимся, как бы переедем. И вот оберег домашнего очага. Мне кажется, это как-то символично будет, что я его буду на новом месте вот так вышивать. Второй наборчик, это фея уюта, но не смотрите вообще на эту надпись, никакая это не фея уюта, это моя мама. Да-да-да. И хотя для моей мамы у нее слишком уж длинные, слишком рыжие волосы, но есть корона на голове, есть куча подушек и есть та самая горошинка. Если помните, я вышивала в прошлом году маме на день рождения замок принцессы от Бодхи Треац. И я вот с того времени искала принцессу туда. Очень долго я искала подходящую принцессу, хотелось мне как-то отдельно ей вышить. Помимо замка, вот еще эту принцессу какую-то. Но все какие-то детские принцессы, не для мамы моей. И тут что я вижу? Я вижу фея уюта, которая является на самом деле принцессой на горошине. И вот там в замке тоже принцесса горошинка, и мама моя всегда говорит, что она принцесса на горошине. Так что мне кажется, вот это вот прямо она, вот ее автопортрет, я не знаю, вот это я точно не буду вышивать, напишу тут что-нибудь типа принцесса Лена. В общем, что-нибудь придумаю. Но этот набор я прям в ближайшее время буду вышивать, потому что у мамы скоро день рождения, через месяц, чуть больше, чем через месяц. Так что вот, этот наборчик вот прям-прям-прям буду вышивать. Следующего набора у меня пока еще нет, я вам буду вставлять картинки. Я в восторге. Вот есть целая серия городов от дизайнера Людмилы Някиной. И вот эта серия, она могла бы занять в принципе все верхние места в моем топе, потому что эти наборы, они прям очень похожи на дизайны Майкла Паула, даже есть такое мнение, что это русский Майкл Пауэлл, вот эти вот дизайны. Ну, конечно, есть отличия, но я обожаю бэкстич, поэтому да, это моя страсть. И я бы хотела вышить несколько наборов из этой серии. Вот на третье место я поставила наборчик с Москвой. Я давно его видела и давно его хотела купить, но на тот момент я не любила Москву, мне казалось, это такой жуткий город, мы туда приезжали то по делам, то ли там пересадка у нас была в Москве. Я всегда удивлялась, как там вообще люди живут. Так она меня как-то отталкивала, эта Москва. А тут мы с мужем ездили в Москву, я была на Video People, на Игроконе мы были, и Игрокон проходил прямо в центре Москвы, вот Кремль, тот, что вот на картинке изображен. И вот буквально там три минуты ходьбы, потрясающим просто, вместе был Игрокон. Так классно все было устроено, мы так провели время замечательно. И я думаю, что почему мне не нравилась Москва, потому что я концентрировалась только на ее недостатках, а на тех возможностях, которые дает этот город. Вот я вообще как-то, я их отсекала, мне казалось, что вот, надо как-то себя утешить тем, что мы там не живем, а вот люди, которые там живут, это не делают большую ошибку. Какие-то вот такие вообще мысли были. И тут я влюбилась в Москву после вот этой нашей сентябрьской поездки, поэтому я обязательно хочу вышить. Единственное, что меня смущает, вот эта дорога, я так понимаю, эта дорога, мне она почему-то напоминает речку, по которой куски льда плывут. Понимаю, что дело зимой, но вот как-то пока меня смущает. А на четвертом месте у меня тоже работа от этого же дизайнера, я так понимаю, это уже другая серия, но все равно очень похожа, «Снегопад в городе» называется. Вот его прям хочется вышить, но тоже я не знаю, как это сказать, куда у меня столько всяких вышитых городов, домиков, если я навышиваю кучу работ от Майкла Паула, это у меня в планах. Еще и вот эти вот наборы, мне нужно покупать уже не вот эту квартиру, которую мы купили, мне же нужен огромный-преогромный дом с кучей комнат, и туда развешиваются эти работы. Пятое место, рыба механическая, это вот как раз новинка-новинка. Весь инстаграм в фотографиях этой рыбки, и не только рыбки, там еще птичка есть, жучок еще есть, все такое вот в таком же стиле стимпанковском. И на видео же, вот я смотрела видео с выставки «Формула рукоделия», и там тоже эти работы, да еще в шикарном оформлении от Айвара Пожарского. Я вам оставлю ссылочку, я смотрела, девочка записала запись, как вот он рассказывает об оформлении этих работ. Мне прям так понравилось, и вот я захотела именно в такой же рамочке оформить эту рыбу, но я не знаю, оценит ли друг, хочу вышить хорошему нашему другу в подарок, он обожает рыбу, там во всех ее проявлениях, не знаю, поймет ли он то, что я хотела ему передать, или не стоит этого дарить, очень надо как-то мне у него спросить, потом вышивать или вышить для себя, такие пока что у меня мысли в голове, но вышивать, конечно, хочется. Тут уже не канва идет, равномерка. Линда, да, 27-го каунта, то есть гамовская Линда идет. Вот тоже прям не хочется ее вышить. Не знаю, когда, вот это вот прям не знаю только, но хочу. Что у меня там дальше идет? На шестом месте у меня новогодний домик. Прикольный такой новогодний домик. Хочется мне вот что-то подобное 3D сделать. Я тут недавно освоила вышивку на картоне, сама там дырочки делала, потом вышивала на такой коробке картона. Я вам покажу в следующем видео в своем отчете по моим процессам, обязательно покажу это свое творение. Но вот хочется что-то вот именно, вот такое же вышить. Не знаю, как у меня получится ли это, буду ли я это делать. Если не на этот Новый год, то на следующий, наверное, Новый год. На этот Новый год точно я не вкладываюсь со своими планами. На седьмом месте я поставила майский шиповник от Таисии. Вот я выбирала, что мне взять, этот шиповник или вот у меня есть Физалис. Вот они у меня делят, седьмое и восьмое место. И надо же такому случиться, что я выбрала Физалис и прочитала. Физалис символ долгожданной беременности. То есть, когда я выбирала этот набор, я даже и не знала, и не думала, и нигде не встречала такую информацию. Так что вот, очень даже интересненько. Тут у нас шестнадцатая канва белая. Вот этот набор мне хочется вышить, но мне вот хотелось его на подарок вышить, поэтому я прям не знаю, с этой беременности. Вышлю кому-нибудь, да, он раз забеременеет. Ну и на девятом месте у меня, опять же, город от Людмилы Янякиной, Мышкин. Я хочу его вышить, очень прям хочу, но поставила его вот на девятое место, просто потому, что я еще не была в этом городе, вообще не знаю, что это за город, надо хоть узнать, прочитать, побывать там, и тогда уже вышить, потому что, ну, просто так вышить, мне кажется, ну, вот не вижу я, в общем, смысла, поэтому цель на следующий год побывать в Мышкине. Кстати, если кто-нибудь меня смотрит из Мышкина, напишите, вот будет прикол. Ну, на десятом месте у меня открытка, она называется Путешествие Рим. Я ее видела пока только в электронном виде, на сайте, вот в магазине в Леонардо все облазило, не нашла ее пока что, но обязательно хочу ее купить. Мы с мужем очень хотим поехать в Рим. Несколько раз были в Италии уже, вот в Риме почему-то так и не удосужились побывать, поэтому я хочу купить этот наборчик и взять его с собой в Рим, и вот, находясь в Риме, вышить эту открытку и кому-нибудь отправить, как вот такой привет из Рима, потому что я хочу там, ну, хотя бы две недельки побывать. Мне кажется, такой замечательный город. Вот, такой был у меня топ-10. Напишите, какие наборы из этого топа вы бы включили в свой личный топ, а какие бы не включили, напишите обязательно почему. Может быть, вы захотите подобное видео снять с какой-то другой фирмой-производителем или с этой фирмой, мне тоже будет очень интересно, оставляйте ссылочки, если это сделаете. Также можно в Инстаграме какие-то подборки делать. Мне, например, было бы интересно узнать о топах других людей, тех, кого я смотрю, на кого я подписана, потому что мне кажется, это интересно. Напишите также, какой следующий топ вы хотите от меня увидеть, если хотите. Я склоняюсь к тому, чтобы сделать топ по Лука Эс, потому что насмотрелось видео с другой уже украинской выставки, плюс в Инстаграме там был гивэвэй, по-моему, от Лука Эс, и все постили фотографии, я насмотрелась этого всего добра. И я еще тоже ни один набор не вышивала от Лука Эс, я покупала один наборчик, когда была в Риге, на подарок своей куме, и все, то есть на этом мое знакомство с этой фирмой закончилось. Вообще столько у меня идей, столько планов по вышивке, что я заканчиваю болтать, прощаюсь на этом с вами. Жду ваших комментариев обязательно. И до новых встреч, увидимся в новых видео по вышивке. Пока-пока, пойду вышивать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова